у нас сегодня необычный день у нас выездной думский вестник и мы приехали в поля и здесь застали депутата двух созывах юрия михалыча рыбака причем в поле хозяйственника христианина здравствуйте здравствуйте спасибо что приехали сегодня такая погода прекрасная вот не поздно ли собирать урожай ну вообще-то морковь нужно было убирать с месяц назад но из-за того что в период дожди переувлажнения рост остановился и мы были вынуждены еще дотягивать до последнего чтобы хоть немножко подросла морковь а ну и как оцениваете урожай ну хороший но в два с половиной раза меньше того чего мы ожидали почему ну переувлажнение очень большое было период переувлажнение вы видите какие капки то есть и так благодарны что в таких условиях такой урожай получился в этом году ну на артем хватит даже и прилегающей территории точно будут кушать нашу продукцию вырученную в артемовском округе не только но и еще другими нашими коллегами скажите пожалуйста какие овощи вы еще выращиваете в основном картофель и свекла как в этом году оценивать урожай действительно хватит ли на артем и ближайшие районы для на артем и ближайшие районы тоже других товаров борщевого набора точно хватит поэтому жители должны быть спокойны и уверены в том что продовольственная безопасность у нас под контролем а если говорить в цифрах то это сколько вот в тоннах гектарах ну если в цифрах то я думаю что город артем ну тысяч пять шесть картофеля соберет точно ну и овощей наверное пару тысяч тонн это вы сами можете перемножить на текущее потребление я думаю что это в раза три больше чем того потребляет город артем скажите пожалуйста рабочих рук вам хватает ну хватает да то есть благодаря нашим помощникам вот мы и убираем урожай и этого года и прошлого я думаю что и в будущем тоже на полную механизированную уборку не будем переходить скажите пожалуйста вы все завершили уборку всех овощных культур или еще что-то осталось вот осталось последнее поле буквально два дня и уже будем запахивать готовится к следующему сезону полевому проходя в лунках мы увидели что здесь есть не маленькие морковочки может быть они не выросли может быть и просто не заметили не жалко ли ну это есть так называемые издержки производства вот этих маленьких морковочек должны были вырасти полноценные корнеплоды масса где-то 300 грамм они не выросли ну можно их тоже собрать но кто их будет у нас приобретать ну хотя вот практика японии как раз таки показывает то что мелкая продукция называется у них baby и вот такая продукция у них наиболее востребованная и наиболее дорогая магазинах поэтому может быть и нам стоит попробовать вот вы сейчас попробуете как оцените может быть и нам стоит новый вид да продукции выращивать я бы с удовольствием если честно говоря мне человеку глубоко городскому жалко вот ваши труды ну честно говоря если бы вы видели как мы жалели труды прошлом прошлого года когда мы очень качественную продукцию как невостребованную весной утилизировали в большом количестве то вот та жалость она гораздо больше той жалости нежели сейчас незначительно остается на поле расшифруйте не поняла почему вы ее утилизировали ну потому что вы расти вырастили гораздо больше чем того требуется жителям поэтому хотелось бы чтобы потребление овощей было больше среди населения ну а торговые сети с минимальной торговой наценкой реализовывали бы продукцию чтобы она была более доступна нежели там крупы и другие альтернативы какие-то может быть дело в плохой рекламе вот мы сейчас снимаем сюжет у нас группа журналистов я надеюсь мы вам сделаем замечательную рекламу да дело видите даже не рекламе я еще раз повторяю что город артем производит те оставшиеся хозяйства которые работают в городе артеме они производят столько продукции сколько артему нужно четыре года кушать какие ваши поля и какой вас объем ну объем у нас достаточен в районе ста гектар но фактически мы можем использовать около половины этой площади потому что остальную продукцию мы просто не сумеем реализовать хотя потенциал вот мы можем увеличить по объему в два в три раза если бы эта продукция была бы востребована а может быть стоит задуматься продать в те регионы где нету например якутия и ближайшие наши соседи по региону география поставок нашей продукции простирается от анадыря камчатка магадан сахалин хабаровск и в том числе и якутия но этого все равно недостаточно для тех объемов которые россия в целом сейчас научилась выращивать скажите пожалуйста вот этот год выдался для урожайности крайне скажем беспокойным также и как для всего нашего приморского края он был очень сырой и я знаю что вы помогали жителям нашего города в откачке воды и в прочих хозяйственных потребностях ну насколько была потребность среди помощи меня и моих товарищей то это исполняли все что требовалось потому что ну было свободное время и грех было не помочь а по поводу овощной продукции ну в этом году я наоборот себя чувствую более спокойно потому что мы хоть этот урожай выращены в этом году который в два с половиной раза меньше планового хоть сможем относительно выгодно реализовать да у нас весь объем продукции закладывается в собственные склады вот несколько лет назад мы построили склад который может поддерживать охлаждение овощей то есть мы можем до июля свою продукцию реализовывать без потери качества до не до следующего урожая некоторый период мы все же не можем попасть в силу того что есть своя специфика вот именно города артема что у нас в июне начинаются туманы а другие регионы нашего края они легко компенсируют это потому что в спас каусу риск там и в теплицах и в открытом грунте можно выращивать ранний урожай поэтому они этот пробел с лихвой заполняют даже без завозной китайской продукции мы можем обойти своими силами знаю том что занимаясь сельским хозяйством вы еще успеваете заводской озеленять облагораживать расскажите немножечко об этом ну не лично я этим занимаюсь я просто участник команды очень рад что у нас заводском есть такая команда которая действительно занимается благим общественным делом вот озеленяя наш поселок но мы там живем мы же это все для себя делаем не совсем это бескорыстно то есть мы же тоже будем этим потом пользоваться через десятилетия и наши дети внуки если они здесь останутся то тоже будут радоваться тем что закладываем и сейчас поэтому очень благодарен всем участникам нашей команды за то что они есть за то что есть такой общественный дух и есть такое общее дело я знаю что еще вы делитесь излишками овощей с бедными нашими слоями населения тем кто попал в трудную жизненную ситуацию правда ли это ну вы меня сейчас совсем краску загоните конечно мы стараемся помогать всем чем можем но только тогда когда это требуется вот прошлом году конечно это не требовалось мы не помогали потому что прекрасно знали что мы точнее предлагали но наши все предложения они оказались не востребованы поэтому вот бывают такие годы когда наша помощь она тоже не востребована то есть а когда требуется стараемся по мере возможности помогать и не только я все мои коллеги этим занимаются активно я знаю что вы депутат двух созывов вы многодетный отец и к тому же еще сельский труженик как вы все это успеваете совмещать ну для этого жизни дана чтобы каждую секунду ее оценить и каким-то образом задействовать поэтому занимаемся ровно настолько насколько хватает свободного времени конечно по мере возможности и тема и соо для нас не было равнодушной те обращения от наших земляков которые уходили тем чем они нуждались мы им тоже помогали и тепловизоры и дроны и оптические прицелы поэтому принимаем активное участие чтобы интересно интерес нашей страны как можно быстрее были решены как можно с меньшими затратами с нашей стороны и со стороны наших противников которые являются нашими братьями в том числе и моими к сожалению вот так получилось техники у нас много вот единиц даже я не помню сколько но вот в прошлом году да мы покупали 60 аккумуляторов чтобы заменить все аккумуляторы на этой технике у меня основное хобби может быть даже это не выращивание овощей и продукции а это техника ремонт техники создание каких-то новых механизмов и устройств вот этот моё боль более такое предпочтительное хобби я думаю что когда я тянусь уже будет более востребовано поэтому техники у нас наверное в пять-шесть раз превышает того количества которое которое было бы достаточно для обработки 50 гектар в современном мире придумать что-то новое практически невозможно но используя какие-то узлы электронные устройства мы достаточно так хорошо сэкономили трудозатраты которые используем и на уборке и на обработке и так в эксплуатации техники ну видите есть время есть возможность есть силы поэтому используем себя используем свою жизнь в радость как хобби или как другое развлечение этого философский вопрос но мне это нравится в самом центре кневичи в память о погибших комсомольцах установлен памятник а сама братская могила находится в десятки километров от села чтобы добраться до захоронения съемочная группа телеканала лента и волонтеры из автомобилей пересаживаются на квадроциклы обычная машина и даже джип по такому бездорожью не проедут здесь на месте расстрела захоронены 7 партизан комсомольцев расстрелянных белогвардейцами во время гражданской войны мы находимся на правом берегу реки к невичанка где в девятнадцатом году белогвардейцы не были расстреляны всем партизан которые шли из города владивостока вдоль побережья шамары через тавайзу суражевку невичи кролевцы и шли на кневич и дальше по плану они шли на раздольные но здесь белогвардейцами они были расстреляны и похоронены в братской могиле приехали волонтеры учащиеся 22 средней школы и добровольцы они традиционно уже пятый год наводят здесь порядок два раза в год весной и осенью это волоченко илья владимирович юрий михайлович рыбак без него мы никуда вот он много помогает и в организации и в помощи и в труде потому что он тоже наш житель и тоже учился в нашей школе односельчанин будем говорить поэтому мы дружно сейчас все это передаем и дальше будет передаваться школе и также молодому поколению уже это стало традицией благодаря к сергею петровичу кости ну который организует это мероприятие и сплачивает тем самым и молодое население и уже то которое так повидала историю села окневичи ну я считаю особенно в последнее время такие мероприятия очень важны потому что история она такова какая она есть и любая нация она должна эту историю хранить без истории культуры нация или цивилизация она не может существовать а вот это небольшой фрагмент истории который ближе к нам к сердцу расположен сели в селе кневичи тоже и приближает подрастающее поколение изучению истории к вовлечению в те процессы чтобы в дальнейшем эта история передавалась следующим поколениям вот уже пятый год являюсь классным руководителем девятого б класса который сегодня принял участие несмотря на каникулярное время в таком грандиозном я думаю мероприятие которому каждый школьник должен принимать участие в таких мероприятиях патриотической направленности и приоритет нашей школы именно вернее на выстроена воспитательная работа таким образом что у нас патриотическое воспитание на одном из первых мест достаточно плодотворно не только в плане патриотического воспитания нас план погода нам благоприятствует благодаря силам депутата да мы добрались сюда очень интересным способом на транспортных разных средствах ребята получили огромное удовольствие и вот прогулки поэтому я думаю что очень все продуктивно и замечательно это дань памяти людям когда-то отдавшим своей жизни за наше будущее они шли против классовой несправедливости верили в идеалы и хотели строить новую жизнь для рабочих и крестьян не было бы их подвига возможно мы бы не родились могилы очистили от опавшей листвы возложили цветы и почтили погибших минуты молчания анна барановская виктория лизита денис надельный и горбан даренко городские новости артемовский телеканал лента городские новости артемовский телеканал лента